Добрый день, уважаемые инвесторы. Рубль вчера потерпел двойное такое поражение, в результате которого курс доллара смог закрепиться выше отметки в 32 рубля, курс евро выше отметки в 42 рубля. Мы еще раз обращаем внимание на то, что валютные интервенции Банка России, это сейчас в районе 70 миллионов долларов в день, чуть больше, чуть меньше, в среднем на этом уровне они держатся, они не могут дать рублю 100% защиты, то есть ослабление в определенной степени сдерживать можно, но в случае таких вот спекулятивных атак все равно рубль слабеет. Вчерашний день еще раз этому явился подтверждением. Валютный рынок гораздо более массивный и 70 миллионов в день иностранной валюты конечно не смогут сдержать выраженные понижательные настроения. Вчера стресс оказывали на рубли, приводили к такой нервозности. В рынке капитала мы видим, что и отечественные, и американские бенчмарки фондовые потеряли за день более 1%, нефть бренд также не смогла продолжить восходящую динамику предыдущего дня, баррель бренд подешевел на 0,2%. Что касается сегодняшнего дня, то рубль в принципе имеет шансы на укрепление к доллару США в рамках какой-то коррекции после сильной просадки предыдущих дней. Рубеж полудолларов 32 рубля взят впервые, точнее взят он конечно не впервые, но вот именно закрепиться выше данной отметки и остаться ниже, выше нее удалось за последнее время именно впервые. Так что пока рубль может ненадолго взять паузу, поскольку мы видим, что сегодня рынки капитала с утра, амин фьючерсы на ключевой американский индекс, а также нефть торгуются на умеренной зеленой территории, что может оказать поддержку. Но все же в ближайшее время атаки на рубль могут продолжиться и не стоит снимать руку с пульса. Конечно мы видели, что дала брешь валюта. В предыдущий месяц была такая характерная особенность, это рост волатильности валютного рынка. То есть уже тогда начала подмываться почва под ногами рубля. Он хоть в... точнее не в предыдущий месяц, а в апреле. В апреле хоть и немного слаб по отношению к доллару США, но внутри месяца сильно помотало. В мае большую часть месяца валюта выглядела постабильнее, но вот именно к концу мая напряжение сильно возросло, после чего и стали тестироваться 32-рублевые рубежи. Сейчас также рынок продолжает находиться в напряжении, постоянно ожидая подножки. Сейчас наиболее актуальна тема возможного сокращения объемов программы количественного смягчения. Также к концу месяца могут не в пользу, так скажем, рубля играть в спекуляции на тему прихода Эльвира Небиулиной, от которой ожидают смягчения денежно-кредитной политики. Здесь даже комментарии могут быть не совсем объективные порой, как мы видим. Кто-то может ожидать такого-то сильного смягчения сразу, но для него может попросту не быть предпосылок, но все равно такая информационная компания, информационный фон, он будет давать пищу спекулянтам, для спекуляции. Как мы знаем, потеря рублем поддержки со стороны процентных ставок, она естественным образом играет ему не на руку. То есть деньги становятся более дешевые, соответственно, дешевеет и рубль. Это такое основное событие и тенденция сегодняшнего дня, которое мы хотели бы озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.